Антон, мое имя, всем привет! Продолжаем работы над восстановлением чудо-техники времен СССР, а именно веломашины, как говорят деды. Меня терзали смутные сомнения, не буду таить, по поводу приобретения этих колес. Уж больно топорно не выполнены. Но ничего, это мы поправим в принципе. Тем не менее, они вполне подходят. Подшипник имеется, посадка 10 мм, как раз то, что нужно. То, что нужно. Следующее действие подразумевает под собой сверление отверстия, нарезание резьбы М4 или М5. Я еще не решил. Самая сложность в том, нам необходимо проселить отверстия, во-первых, идеально по центру, а во-вторых, без смещений. Единственный способ, который приходит в ясную голову, это сверление с помощью кондуктора. Но его нужно изначально изготовить. Упомянутый кондуктор буду изготавливать из вот такого шестиграника латунного. Самодельный конструктор, по заветам старых, хитрожопских мастеров, сделай себе и соседу давится на даче, готов. Здесь 10 миллиметров, здесь 3 миллиметра. Здесь по отверстию. В боковых отверстиях я нарезаю резьбу М3 для прижимных винтов. Кондуктор нажми на тормоза. Этот же самый кондуктор я буду использовать и для нарезания резьбы, дабы метчик пошел максимально ровно. Займемся сиденьем. Готов дать зуб на холодец, что в подвале, где нашел велосипед, и на его сиденье в частности, совершали культовые собрания особей, относящиеся к разряду таракановых. Настолько грязная обивка. Но ничего, это поправимо. Умчался в ванну. Примчался с ванной. Стало гораздо лучше. Намного. Между прочим, в процессе банных процедур была обнаружена цена сего девайса. 11 рублей. Это достаточно дорого для советского времени. Равносильно четырем бутылкам напитка, носящего название водка. Что мы сделаем? Мы все-таки эту обшивку снимем и перевернем задом наперед. Почему? Все просто. Не нравится мне гном. Мой ребенок не гном. Фиксация обивки выполнена с помощью вот таких вот пистонов. Хреновин я их называю. Почему хреновин? Потому что одноразовый. Хреновина. Ну, что возьмешь? Хренотень. Само собой, разумеется, эти фиговины хреновины одноразовый. Помчался в автомобильный магазин. Сейчас затарюсь этими хреновинами. Я вернулся. Десять штук приобрел в автомагазине. Этих хреновин. Почему я так ненависно к ним отношусь? Да, тот, кто снимал карты дверей, например, в автомобиле Жигули, копейка, двойка и так далее. Поймет, о чем я говорю, как тяжело их порой выковырят. Да и в девятках, по-моему, они, и в газелях. Кругом. Это дерьмище. Разложим. Обнаружившуюся трещину заклеим лучшим клеем для пластмассы, а именно дихлоретаном. Правило очень просто пользование этим веществом. Сильно не нюхаем, ибо токсично, ибо вредно для здоровья очень сильно. на века. Закрепляю херовинами этими. Вот падла. Обшивку соответственно закрепляю этими херовинами. Вот так. А теперь представьте, как их извлекать отсюда. Это хорошо, что в моем случае есть доступ с обратной стороны. откусить или вытолкать ее как-то. А если, допустим, глухо, как ее вытащить? Рассверливать или что? Знаете, над чем не перестает работать моя биологическая нейронная сеть? Так это над надписью, которая присутствует с обратной стороны сидения. Ю-Эм аббревиатура такая. Курить вредно. Может быть, это Юра Магнит имеется ввиду? Или юный моторист? А может быть, юный мотоциклист? Или юный мазохист? А может быть, юморист малолетний? Пишите свое мнение обязательно на первом месте. Интересно ваши варианты. Сразу отмечу, что оскорбление, мат и прочая фигня пользователь банится. Но все равно пишите. Почитаю. Посмеемся. Не откладывая в долгий ящик, установлю сидушку на раму. займусь колесами. диски. Диски я, если их можно так назвать, окрасил. Смотрится гораздо лучше, чем просто оцинковка. Удалось достать латунные болты, немного обточу, чтобы вид был не таким грубым. И укорочу. подшипник. в одно отверстие вместо болта устанавливаю катафот. Гораздо более привлекательно смотрелся бы катафот белого цвета, но такого мне найти не удалось, к сожалению. Гайки использую специфические, я бы даже сказал не откручивающиеся. Это нужно для того, чтобы при движении на пересеченной по пересеченной местности колесо произвольно не разобралось. Это же безопасность все-таки. любой велик, в том числе и детский, не может быть полноценным без фары. Обязательно. Ну так вот позвоню, скажу, дочь, нужно сверло срочно в магазин. Она такая раз на велик. Опа! Ну в темное время суток. И помчалась. Кстати, сей фонарь оснащен еще и звуковым сигналом. рукояти. Вот эти весюли я решил не снимать. С ними эла машина кажется более праздничной. Простоял в полиции в очереди часа три, может больше. Но номер все-таки получил. Качество изготовления честно вам признаться оставляет желать лучшего. Во-первых, буква А почему-то уехала сюда. Здесь расстояние между буквами в общем разное. Место куча здесь-здесь. Почему нельзя было растянуть? Отверстие три миллиметра. Зачем такие здоровые? Неудобно. Но другого выбора не было. Крепление осуществляется на стяжке. Уверен такого крепежа по надежности вполне достаточно. последний что называется штрих. Вот такие габариты. Так, не так. штрих. Очень габариты. Диана штрих. Так. Вот, собственно, и все. Окончена эпопея по восстановлению всего чуда велосипеда, найденного в подвале, напоминаю. Уверен, что он еще послужит верой и правдой новой владелице долгие годы. Год пять, может больше. Жму руку, пишите свое мнение. Пока.